Вначале мы обсуждаем задачу рассеяния фотона на кориарных частицах Ну, фотона на кориарных частицах много, поэтому любая подъеха, чтобы она была скорректна С вами уже поняли, что есть вот такая диаграмма К1, К1, К2, К2, К2 Здесь вклад в маточный элемент этой диаграммы равен, чему там было 2 и Е1 на Е2 Правильно? Ну, я в какой-то раз еще, да? 1, 2 и до квадраты Так было? Ну, проверяйте сейчас Правильно написано Прямо того, мы с вами уже вычислили от такого сорта вершину, да? Так, да? И получили, что вершине, что должно стоять было? Там, минус И, П1, плюс П2, правильно? Ну, проверяйте так или нет Вот Ну, тогда мы с вами сразу нарисуем, как мы вершину уже знаем И, так сказать, понимаем, как пропагнаторы вычисляли Тогда я возвращаюсь, чтобы мы уже нарисовали еще две вот такие диаграммы, да? Вот И легко можно написать вкладку, которая соответствует Здесь будет П1, К2, да? Здесь П1, К2, да? Здесь П1, К2 Здесь опять П1, К2 П1, К2 П1, К2 Вот Как я говорил, на примере растения с двухсколярной частиц Когда мы знали вершину То, что мы там делали подробно, то Те две диаграммы, которые у нас получились Они, как раз, соответствуют тому, что есть пропагатор и есть то, что нужно писать вершину Вот Ну, здесь вот принял заполнительную вот эту величину, да? Вот Ну, а здесь вкладку никакой Ну, давайте попробуем его написать Если будет, соответственно, минус E в квадрате, да? А здесь, как мы должны написать? Вот здесь стоит, что если П1, плюс П1 Тогда вершине В каждой вершине есть закон сохранения энергии импульса Вот То есть, тогда, соответственно, будет здесь и П1, и что будет? Плюс П1, плюс К1 Я наверное совсем спрошу подробно, да? И умножается вот на что? На E1 Так? Понятно, да? Почему я написал? Скажите 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 что-нибудь Понятно или непонятно? То есть, если П1, здесь стоит П1 плюс К1 Значит Мы договорили, мы вывели сам, что вершине стоит Ну, мы так писали П1, здесь было П2 То есть, стояло П1 плюс П2, правильно, да? Вот Здесь стояло Ну, мю на на потонную линику, которая всегда входит или выходит Ну, здесь, соответственно, здесь стоит П1, а здесь стоит П1 плюс К1 Вот я написал П1 плюс К1 И Фотонную линию сюда Ну, мю на Е1 мю Правильно? Вот Дальше Теперь идем вот сюда дальше, да? Здесь стоит сколько? А здесь я напишу Ну, я сразу напишу Вот он для меня билет Здесь можно стать П1 плюс К1, но это все равно, что стоит П2 плюс К2 Правильно? Потому что, вот П2 плюс П2 делится на две Так, да? Я могу так же написать П2 плюс К2 плюс П2 Так, да? А линия стоит Е2, поляризация П2 Е2 И стоит пропагатор, да? А пропагатор стоит сколько? И, да? Помните И поделить на то, что стоит линии Да? А линия стоит что? П1 плюс К1 в квадрате минус К2 Как я говорил, мы с вами вычисляли сначала, исходя из самого, так сказать, начала Но, вот, когда для какого-то награжданного вы напишите вершины, там, пропагаторы, то дальше уже, конечно же, рисуются просто диаграммы и ставятся в соответствии вот так, как я сейчас это делаю А не каждый раз, так сказать, вычисляется все с самого начала и так далее Ну, вычисления всегда, какие бы вы процессы не рассматривали, вершины, так сказать, не будет меняться, да? И то, что стоит в вершине, оно будет всегда одно и то же Дальше Вот эта диаграмма, да? Здесь стоит сколько? Здесь стоит П1, например, минус К2, да? Могу там написать? Вот Ну, либо стоит П2 минус К2 Правильно? П1, К2 вызвучился, да? П1 минус К2 стоит Либо стоит П2 минус К1 Потому что К1 сюда входит Вот П2 Значит, будет сколько? Минус К2 Значит, будет сколько? Ну, и от пропагатора опять будет А эти две вершины опять легко спишутся, да? Это будет, ну, здесь я вам называю 2П1 минус К2 На что? На Е2 Правильно? Ну, здесь я вам не буду так расписывать подробно Вот П1 плюс вот это, да? На Е2 Либо будет стоять что? Либо будет стоять Э2 Ну, здесь 2П2 Минус К1 На Е1 Проверьте Понятно? Или непонятно говорить? Ну вот А здесь, соответственно, будет стоять что? Вот мы написали маточный элемент, вот ту самую нитривиальную часть, за исключением 2х4 на 2х4 функции и корень из 2х2 на каждую линию. Вот, то есть вот эта нитривиальная часть, вот это вот м равно, вот это и вот это, да, сюда, положение сюда. Не знаю, как это показать, я немножко дальше написал. Понятно, да? То есть вот та самая нитривиальная часть, за исключением 2х4 контактной функции, корень из 2х2 на каждую, так сказать, внешнюю линию. Вот. Ну, теперь давайте, то есть у нас в процессе вот этот, рассеяние, фотоны на столярных частицах содержит 3 диаграммы. Вот. Ну, теперь давайте, как самая, как говорится, простая, Е как второго порядка, да, по Е. Итак, теперь давайте обсудим следующее, следующее интересное явление, которое заключается в том, что, ну, вклад отдельных геограмм, как я говоря, является калибровочным вариантом, да. Вот смотрите, имеется вот такой набор, да. Во-первых, я сделаю следующее. Я перейду в калибровку, связанную, перейду в калибровку к луновску. Помните, да? К луновская калибровка, это когда Е, да, равняется 0 Е. А то есть только, ну, то есть в первом 0, да, и дивергенция А равняется 0, то есть Е на А равняется 0. Правильно? Такая была у нас в калибровке калибровка? Так, да? Вы помните, у нас была А0 равняется 0, и дивергенция А равняется 0. Ну, это-то, если мы переходим на уровень сюда, поляризация, да, то это означает, вот, Е0 равняется 0, и вот то, что А0 равняется 0. И дивергенция равняется 0. Вот. Дальше что отсюда мы можем сделать? Кроме этого, я еще хочу рассмотреть P1 равняется M0. Для определенности сразу рассматривать рассеяние на покойческой частистиции. Да, имеем право. Вот. Теперь смотрите, что же при этом происходит. Вот смотрите. К2 на Е2 равняется 0. Правильно? Ну, это вообще, так сказать, К2 на Е2 равняется 0, да? Потом смотрите, P1 на Е2 равняется 0? А? Равняется, потому что P1 вот так, а Е вот так. Значит, квад этой диаграммы равен 0. Значит, теперь смотрим здесь. К1 на Е1 равняется 0, и P1 на Е1 равняется 0. Так? Это что означает? Что квад этих двух диаграмм равен 0. Ну, подчеркиваю, только в Коломовской калибровке. В другой калибровке это будет не так. Вот. Значит, получается, заряд 100 раз вычисляли самые, так сказать, длинные диаграммы, вклад, который хайл будет. То есть, если я выкрою вот такие условия, да, то вот это вот равно валю, и вот это вот равно валю. Тогда у нас остается только вот этот вклад. Надо засчитать который уже очень просто, да? Никаких пропагаторов, ничего нет. Вот. Ну, давайте попробуем это сделать, да? Тогда, если маточный газ у нас оказался только вот этого величина, то, когда я все равно валю, но при специальном выборе, я еще раз повторяю, то отсюда мы что имеем? Мы имеем, что сечение, да, ну, или давайте начнем, сначала вероятность, что 2 равняется 2π. Четвертый газетка-пункцию, да, то получится чего там? p1 минус p1 минус p2 минус p2 минус p2. Так, да? На корень из 2х1 в на 2х2 в на 2х2 в на 2х2 в на 2х1 в на 2х2 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 в. Теперь это все мы с вами допишем, да, вот. И на квадрат на 2х2 в той величине, да, вот это будет e в четвертой, правильно? И так далее. На что? На e1, ну, а. Я здесь еще, конечно, должен достать опять со звездой. Я тоже успеваю это сделать, ну, важно. e2 с ней любовь, да – давайте. Е1 на Е2 по звездой, по модулю квадратный. И так да. И на плотность конечных состояний, на В, на Д3, чего там, П1, на Д3, ой, извините, 2, К2, и на 2П6, И так я уже в квадрат, возьмем, появляется, что здесь появляется, В дополнительно, я в точку поставлю, поделюсь на 2П6, да, вот. Четверки. А? Четверки. Ну, человек в квадрате. А, да, еще четверки, извините, да. Еще где-то у меня Е в квадрате, а еще вот сюда, 2, 5, и Е в квадрате. Проверяйте. Вот. Ну, тогда, как мы знаем, еще нужно что-то сечение. Чего? Нет. Чего-то не так. Да. Значит, поделив на поток, поток реагирует ему корень плюс П1, П1 на К1 в квадрате, да, стоит минус М1, минус М, и там, ну, так вот, масса потона равняется к нулютуру, второго еще на нет, да, вот. И поделить на, чего-то на В, да, так, да, и на, что, на Эй в квадрате, на К1 в квадрате. Согласны? Ну, попробуй. Так. Ну, отсюда, посмотрите, чтобы я ничего не потерял. Значит, ну, теперь давайте я уже дальше буду расписывать все в системе покоя одной частицы. Вот. Не одной частицы, а именно Фемизона, да. Вот. Значит, поток будет равен чему? Фотон, так как это будет М на Омега-1, да, поделить на В и на М на Омега-1. Согласны? Я теперь, теперь я вот с этого момента начал писать в системе покоя начальной частицы. Фотон рассеивается на покоящей частице. Так, да? Ну, вот. Отсюда сюда это понятно? Это будет единица на В, да? Ну, и понятно. Ну, как это? Это просто налетающийся поток со скоростью света. Да, то есть поток единицы на корень из вас. Поток единицы на В, потому что у вас функция как на корень, да, стоит. Ну, все, да. Теперь смотрите, что вы еще здесь. Значит, у нас получилось раз, два, три, четыре, да. И еще, извините, я как в квадрат взял, то я корень должен уже убрать. То есть получается, смотрите, раз, два, три, четыре, да, здесь раз, два, три, четыре, да, вот. В все сокращаются. Как это должно у вас быть? Вот. Потом по D3, P2 я, например, интегрирую, да, одна дельта-функция снимается, и в конце концов получается что? Получается Dσ равняется, давайте сразу заседине напишу, это будет 4E в четвертой на 2π в четвертой на дельта-функцию от M плюс Омега-1 минус Epsilon 2 минус Омега-2. Так, да. Поделить на что? На 16, да? Дальше стоит M Омега-1 и теперь Epsilon 2 Омега-2. Дальше, соответственно, здесь E1 на E2 по многому квадрате, ну, имеется в виду скалярный крест, видите, E2, да, на 2π в четвертой и стоит D3K2, да, а D3K2 мы сразу как распишем? Мы распишем как D Омега, да, телесный угол, и К в квадрате DK, да, но так как энергия равняется импульсу, да, для потома, скорость света здесь у нас равна 1, да, C, то он мог сразу написать Омега-2 в квадрате D, Омега-2. Проверяйте, чтобы я, правда, где-нибудь там двойку или еще что-нибудь пи или еще что-нибудь не потерял. Вот, получаем такой ответ, теперь нам нужно еще проинтегрировать эту функцию. Ну, мы опять же знаем, как ее интегрировать в системе покоя, да, в системе покоя у нас будет что? У нас будет Та-1 равняется чему? П-2 плюс К-2. Тогда, если мы берем интеграл, да, отделка функции, вот, от N плюс Омега-1 минус Эфисом-2 минус Омега-2, да, под F Омега-2, а мы уже взяли какую-нибудь деграл. Он, соответственно, будет равен чему? Он будет равен единицей поделить на единицей плюс Д Эфисом-2 под Омега-2, согласен? То есть нам нужно выразить Эфисом-2 через Омега-2, правильно? Ну, это легко сделать, если мы напишем, что К-2 равняется К-2 минус К-2, да, и возведем это все дело в квадрат. Отсюда мы получим, что К-2 минус М в квадрат равняется Омега-1 в квадрате плюс Омега-2 в квадрате минус 2 Омега-1 в квадрате минус 2 Омега-2 на cosinus c. Здесь все положительно, потом я модуль не пишу. Модуль от того, что я продифференцировал. Как же я уже продифференцировал, что модуль здесь писали. Так правильно написано, да? Значит, если можно еще перенести сюда, будет плюс, прямо в квадрате. Ну и отсюда мы можем это продолжить. Это будет единица на единицах плюс. Когда мы дифференцируем ε, вот этот корень, потом ε2 нужно продифференцировать. То есть это будет ε2 вниз, классно? А здесь будет сколько? Здесь будет омега 2 минус омега 1 на 8 ε. Если я быстро делаю, вы мне сообщайте. Если медленно, я попытаюсь ускориться еще сильнее. Это значит равно С2 на С2 на Омега 2 минус омега 1 на 8 ε. Я еще раз повторяю. Угол Т – это угол горбок. Налетающим рассеянным протоном. Дальше, f2 плюс омега 2 равняется чему? m плюс омега 1. Правильно? Ну вот, закон сохранения нет. Отсюда я могу написать так, что это равняется ε2. Это будет m плюс омега 1 на единице минус 85. Ну и что теперь? Осталось подставить все. Давайте попробуем это сделать. Значит, а вы следите, чтобы я все правильно подставил. 4 ε в четвертый. Это будет на 2π в квадрате. Правильно? Потом остается еще что? Омега 2 в квадрате. И еще вот на эту величину. Остается ε2 на еб плюс омега 1 на единице минус 85 это ε2. В проекте все я буквы написал, ничего не забыл. Ну еще d омега, да. d омега. В проекте мы е1 на е2 на е2 на е2 квадрате. Коллеги, пожалуйста. Я могу ошибиться. Десять. Правильно? Ну теперь осталось нам сократить чего-нибудь, да. Омега 2 на е2 сокращается, да. Все вроде, да. Значит, теперь смотрите. Вот это 16, да. Я могу четверку добавить сюда, будет 4π. Правильно, да? А одну четверку сократить в сады величину. Тогда получится... Давайте я поток сотру. Ну и тогда получится... Для Е7 равняется... Когда, смотрите, Е4 на 4π в квадрате, что равно А2. А2 равно, да. И вот эта четверка сократилась у нас, да. Остается... Омега 2. А М. Здесь остается Н, ННО1, Ну и В1 на ННО2. ННО1 при… Ну, поверьте, пожалуйста, что все правильно. Или что-то неправильно. Скажите тогда, что неправильно. Нет, никаких предложений у нас. Ну, теперь, чтобы продолжить дальше вычисления, естественно, нужно знать поляризации потонов. Так, да. Поляризация потонов. Если у вас потоны поляризованы, то тогда нужно, соответственно, подставлять сюда. То, что, ну, какая у вас есть поляризация, то и подставляете. Ну, и вычитать это с колярой образованием. И, например, если вы регистрируете только какие-то фотоны с какой-то поляризацией, ну, соответственно, Е2 должен такой же и брать. Правильно? Вот. Ну, мы с вами просмотрим рассеяние неполяризованных потонов и не будем интересоваться поляризацией, да? Если мы, у нас кучок потонов не поляризованный, и мы не интересуемся поляризацией потонов, которые рассеялись, да, то мы должны, что усередить по поляризациям начальных и просуммировать по поляризациям конечных. Правильно? Вот. Для этого мы запишем что? Ну, я здесь писал только индекс 1 и 2, но здесь, соответственно, у Е есть индекс К, да, и есть индекс лямбда, да, поляризация. Ну, я для упрощения писал только одно. Ну, один, первый потон, второй потон. У каждого потона есть импульс, есть и поляризация. Правильно? Значит, давайте распишем Е1 на Е2 со звездой по модулю квадрата, да? Это будет что такое? Это будет Е, ну, например, мю, да, на Е2 со звездой мю, ой, извините, мю, плюс, ой, что такое? То есть на Е1 со звездой, это 1, 1, ню, на Е2, ню. Согласны? Квадрата. Ну, и тогда мы должны что? Мы говорили, что мы должны просуммировать по поляризации, там, первого, второго, да, и пусть первый у нас начальный, да, тогда мы должны усредить, то есть написать 1 в вторую. То есть здесь одна быстрая сумма, 1 в вторую, лямбда 1, лямбда 2 по поляризациям первого, второго частицы. Значит, сумма, вот здесь возникнет что? Здесь возникнет две матрицы плотности, да, например, Е1 на Е1, ню со звездой, да? Мы эту матрицу уже вычисляли, помните? В Лоновской калибровке мы ее вычисляли, чему она равна, ну-ка? Неизвестно, чему она равна, да? Она равна, чему, Дельта, И, Ж, минус, Н, И, Н, Ж. Являем направление поток. Помните, мы вычисляли для ектора частица, да, и потом, или я, может, что-то опустил, мы не вычисляли для ектора частица мы точно вычисляли, да? Помните, было минус, Ж, миню, минус, камю, камю, правильно, да? Вот, в Лоновской калибровке у нас есть, ну, если не вычисляли, хотя мы должны были вычислять, ну, давайте я еще раз. Сумма поляризаций, да, сумма поляризаций у нас стоит. У нас всего сколько поляризаций? Две, правильно, да? И в калибровке Куломской, да, у нас нулевая равна нулю, да, и есть один-два, да, правильно, да? Значит, если я их выберу, вот, ну, как, один, например, один, да, там, один-один, да? Ну, могу выбрать так, ноль-один, ноль-ноль, да, нулевая равна, так далее. Если я просуммирую по поляризациям, да, вот, если бы, короче говоря, если я добавлю третьего сюда, то тогда вот эта е, минус на е, ню будет где-то и же, правильно? Ну, у вас три поляризации, правильно, вот, раз, два, три, и только, и только пространство. Поэтому, если бы у меня было три поляризации, то вот здесь стояло бы дельта и же, вот это, ну, вот это, дельта и же. Ну, третьей поляризации нет. Я ее должен вычислить. А вычислить как? Ну, направление фотона, это есть третья поляризация. Третья, так сказать, не существует поляризация, правильно? Потому что К на е равняется нулю. Ну, тогда я должен отнять иен-ж. Ну, и тогда, если, вот, клонской колебовки, матрица плотности такая, тогда мы здесь имеем что? Мы имеем одна вторая, а здесь будет только дельта и же, и же, минус Ни нг первого фотона, да? На дельта и ж минус Н2и на Н2и за второго фотона. Согласна? Если мы теперь это все перемножим, то будет сколько? Будет одна вторая, с это на это будет тройка, с это на это будет тройка, после единицы, после единицы Вот это на это даст минус двойку, а вот это на это даст плюс 8 в квадрате Ну и тогда это выражение равно чему? А в квадрате омега 2 на 2m омега 1 на единица плюс 8 в квадрате это на m плюс омега 1 Все, да? Мы проверили Сейчас я проверю все ли, не потерял каких-нибудь двое Ну или нет? Посмотрите, нет ли труда? Ну вот, значит тогда, если это так, то дальше нужно уже интегрировать по углу, ну в разных литрах можно там пытаться записать Вот, потому что омега 1 и омега 2 связаны, да? Вот здесь Так что это вопрос представления, но эту орифметику я, наверное, уже не буду делать на доске, да? Вот, к тому же, ну, интегрирование выражения типа единицы на косинус в квадрате, да? И идите на косинус Значит, я напишу, наверное, только ответ, а вы можете дома проверить, что он такой или, наоборот, он такой Ну, если будет достаточно не хорошо, тогда я готов интегрировать фланы вместе Сейчас я проверю Согласитесь Согласитесь, проинтегрирование вы должны получить такой ответ Ну, попробуйте Какие есть вопросы по этой задаче? Какие есть вопросы по этой задаче? Какие вопросы по этой задаче? Какие вопросы по этой задаче? А? Что понять? Если по этой задаче, то мягкий потон Мягкий потон, да Ну, хорошо То есть, вы мне сказали, что я еще выписал предельных случаях, да? Ну, хорошо, я вам выписал предельных случаях Если у нас омега-1 прямо с многоменчей длится, да? То есть, вы попробуете... Давай показалось Разобраться с этим выражением То есть, если у нас омега-1 равняется 8а в квадрате на 3m в квадрате А если омега-1 на m много больше является, то должно получить 2а в квадрате на m омега-1 на 1а в квадрате на m омега-1 на 1а в квадрате на m Ну, как это, сечение, когда омега-1 много меньше, чем масса, вы должны узнать, да? Оно, наверное, где-то у вас уже было В рассеянии фотоны Нигде не было Вот, вот, да, начинаете вспоминать Ну, значит, не зря для вас прошел университет, да? Если что-то вспоминать, начинаете Ну, вот, задача, во-первых, интересна тем, что вы должны, когда будете участвовать, думать о порядке, да? То есть, вот эта диаграмма возникает как бы первым в порядке, да? А потом по-второму, а не одного порядка А где-то порядка, извиняюсь за это за что-то такое Как вам будет такой, потому что Эмин для разложения По-второму, это второй порядок, да? А это первый, но, так сказать, по-второму, альфа не одного порядка Вот Кроме того, хорошим выбором, там, калибровки, потом, или еще что-то, вы можете уменьшить себе работу, да? Ну, если бы вы считали все три диаграммы, да? Пользовались там другой калибровкой, ну, ответ был бы тот же самый Но можете поверить, да? Я уже это не буду проверять на семинарах Кроме того, я, как это, обращаю ваше внимание, что у вас есть задача, ага-га-га, мы теперь задание Если вы здесь осознали, как это вычислять, да? То, казалось бы, вы теперь уже можете к следующему Через неделю ее задание, да? Вычислить, да? Попробуйте вычислять Какие есть еще вопросы по этой части? Задача, ну, мы рассматривали гамма-пи, да? А вот задача гамма-гамма и пи, да? Ну, то есть, мы должны, сколько задача Повернуть и так все диаграммы Да, то есть, будет столько же диаграмм, они будут повернуты, да? Ну, вклад их там тоже легко подправить То есть, вот этот вклад легко подправлять, ну, вот так, подворачиваем То есть, у вас тоже, ну, а ПП теперь, ну, в другую сторону, как-то, еще, да? И все легко, легко вычисляете, да? Какие есть вопросы? Нет вопросов? Ну, как видите, я четко успел до уже перерыва, да? Вот тогда, ну, все, объявим перерыв И потом идем к следующей задаче А вот единственное, что хотел еще ответить, что Если вы вдруг будете интегрировать, да? То вы должны понимать, что Что? Умега-2 зависит от угла, да? Значит, это не все интегрировать То есть, вам нужно, что? Умега-2 вывести через там Умега-1 и почвенную сумму Ну, да, для этого, ну, для этого Ну, для этого, что просто, да? Например, вот сюда вместо ε2 Поставить, к чему равняется ε2? ε2 равняется, к чему? М плюс умега-1 и минус умега-2 Четверо звуки в квадрат, да? Ну, и на ходе их Ображается умега-2 Понятно, да? Ну, там квадраты сокращаются Квадраты сокращаются, да? Видно? То есть, остается, что Остается 2м омега-1 Минус 2м омега-2 И минус 2 омега-1 на омега-2 И минус 2 омега-1 на омега-2 Это всё равно Равно Минус 2 омега-1 омега-2 На косинус θ Понятно, да? Отсюда легко выразить омега-два, да, это переносим сюда, да, то есть это будет, соответственно, 2м омега-два равняется, это будет 2м омега-два равняется, это будет 2м омега-1 и, соответственно, минус 2 омега-1 омега-2, допустим, это, понятно, да? Отсюда омега-2 на омега-1 подставляем. Не буду подставить, да, поставите сами. Отсюда можно найти омега-2, а двойку зачем я написал? Подождите, чтобы я еще забыл. 2 омега-2 равняется 2м омега-1 и еще вот, ну как, плюс 2 омега-1 омега-2 на минус 1-8 успеха. Ну, про ветки там правильно написали или не правильно написали. Или ошибся где-то... Вроде так, да? m плюс... и так далее. Коллега. Ну, ладно, в любом случае я предлагал вам это дома сделать, да? Если даже я здесь ошибся сейчас перед переместителем, то вы уже найдете ошибку. Вот. Так. Ну что ж, теперь, значит... А вот, как из 2 сигмала-2 омега получилась вероятность от 1 отражения в кладоку? Ну, то есть, для сигмала-2 омега уже выражает в местной вероятности вероятность к коэффициенту? Ну, то есть... Ну, мы обсуждали, что такое сечение. Сечение это коэффициент, да? Частот столкновений, да? Частот столкновений, да? Которые ждут какой-то угол, да? Ну, нужно умножать на n1, да? На плотность этих частиц, на плотность других частиц. Умножать на относительную скорость, да? В данном случае это будет c, да? И на объём, который вы измеряете, и на время, которое вы измеряете, да? Ну, если в единицу времени, то просто на объём. Помните, мы начинали. Частот столкновений для ν равняется. Сигма, да? В относительно n1 на 2, да? Вот. На dv и на dt. Ну, то есть, если число столкновений в единицу времени, то просто на dv, да? Если в единице объёма, то... Ну, понятно, да? То есть, если вы знаете это сечение, то тогда... Я начинаю стирать, да? Вот. Тогда отсюда вы можете всё по-другому. В этом смысле, что вы имеете в виду под... Как получить вероятность, я не очень понятно. Число столкновений в единицу времени. Вероятность это для распада. Вероятность распада стоит. Частица, да? В любую группу она распадается. Есть вероятность распада. Да? А здесь есть число столкновений в единицу времени, да? В единице объёма. Которая зависит от того, как я почки вы сталкиваете, с какой спортом. Нет, я имею в виду, что вот, зная до седьмого плода оника, получить вероятность того, что частица рассеется на угол от этого, от этого, от этого. Ну, это не вероятность. А частот число таких, это, скажем, за все. Но протегируют по этому углу. Вот если я протегуровал по полному углу, да, это значит будет... В этом смысле, если сигму поработать даже вероятность спорщить, а у вероятности же она не будет... Я же говорю, то есть, число столкновений равняется сигма на космическую скорость, на плотность мишени и на плотность пучка. Правильно? Да, да, все правильно. Вот. Ну, для этого, так сказать, сигма считается. Помните? Ну, я в самом начале, когда мы стали считать рассеяние двухсколярной частицы, определял, что такое сигма, да? И мы это с вами обсуждали. Ну, я начал стирать, не дожидаясь чего-то еще. Хотя, на самом деле, надо было мне кого-то из вас вызовы стирать. Давайте. Следующей задачей будет рассеяние электрона на электрон. Которое имеет свои особенности, да? Эта задача имела свои особенности, а рассеяние электрона на электроны имеет свои особенности. Что-то из вас вызовы. Хорошо, как нам с вами обсуждали, да? Ну, сложно. Посмотрите, в очередной жизни. Рассеяние электрона на электроны. За исключением меня нет. Ах. Есть желающие вычислить рассеяние электрона на электроне? Я, люди, наглость думают, что я могу вычислить рассеяние электрона на электроне. Кто из вас имеет такую же, чтобы вычислить? Ну, давайте. Как я предполагаю, что я могу вычислить, я буду подсказывать. Ну, я не буду никого вызывать, давайте лучше по желанию. Как это? Количество задач, мы уже скоро заканчиваем, да? И у вас есть, как это, пойти в историю, вот здесь снимаю, да? Поэтому есть шансы. Так же наши семинары скоро закончатся, уже мы сейчас двигаемся в ускоренном режиме. Вы помните так, что завтра у нас будет два семинара. Причем подряд, да? Так что... Ну, вам-то ничего, мне надо готовиться, да? Выдирайте, около доски перечисаны. А вам-то чего? Значит... Ну, то и идет, давайте. Я все равно, я жду, я начал писать, но я жду, кто пойдет в доске. Подражаем для... Чего мы знаем, да? Где? Пси-чаторый? Я назову. Пси, да? Аминь. Другого нет. Мы знаем, что взаимодействует... Нет, ну, другие есть, конечно. Я не веду, что мы других с вами пока не знаем. Есть просто электромагнитное взаимодействие, да? Вот оно взаимодействует с частицами, со спиной на вторая. Есть еще, конечно, слабое взаимодействие и так далее, но мы его сейчас с вами не обсуждаем. Вот имеется такой вот грыжа. Да? И имеется процесс. Е-, е-, е- приходит е-, е-. Вот если вы там... На первом этаже, там стоит веб-1, да? Видели, да? Вот это е- на е- дело. Вот. Вот. Позитронов тогда... Позитронные были проблемы, да? Вот. Поэтому е- на е- минус. Вот. Простение такое. А кто в доске пойдет сосчитать? Ну, мне ж надо понять, насколько вы понимаете, жизнь. Вот. Никто не хочет. А что такое? Значит, в си равняется, давайте вспомним, да? Сумма, да? От чего? От единицы. Наборили два с текстом В на У, ну, пусть там А, а что там? П, прям бы. Сумма по П, прям бы. На У, от П, прям бы. Лябда на У, от П, прям бы. На У, от П, прям бы. На У, от П, прям бы. Так? Так? Ну, здесь имеется всего что? По две частицы значаемого количества стояний, да? То есть, И будет равно. Мы будем, например, пусть электрода будет А, да? Видно будет А крест. Что там? Ну, там, К1, например, да? Сигма-1, не знаю, там. На А крест. К2. Сигма-2 на 0. И конечном состоянии. Давайте сменим буквы. П, 1. Конечное состояние будет лямбда 1. Крест. А крест. П, 2. Лямбда 2. Сигма-2. Так? Вот имеется начальное конечное состояние. Сигма-2. Теперь нужно вычитывать материчное лямбда. Очевидно, что опять, тоже написано в С, сравняется с С, экспонент, который вам нужен. И разложить в ряд, да? От первого члена будет сколько? Ноль будет, правильно, да? Вот. А от второго будет, то есть будет давать только второе. А первый член, ну и вот этот вот, он, естественно, при таких в начальном количестве состоянии квадра не дает. Ну, хотя бы за потом. Так. Вот. Ну, а второй член будет сколько? Это будет минус 1 вторая. Ну, здесь 2, да? Уравняется минус 1 вторая. Интеграл от S по X. Интеграл от S по X. Интеграл от S по X. Ну, что ж, теперь. Я надо попытаться выселить материчные лямбда отсюда, да? Ну, имеется в виду, что здесь стоит для произведения. Да, конечно же. Дальше вспоминаем теорему Вика, который говорит о чем? О том, что это либо нормальное произведение всех, плюс нормальное произведение со всевозможными спальнями. Ну, член, когда у нас просто нормальное произведение, у нас сколько? Но хотя бы опять же из-за того патронов. Потому что у вас стоят два патронов, правильно? Ну, два. Два поля, да? Ну, они, да? То есть, ты в нормальном виде, да? И больше справа и слева ничего нет. То есть, у него очередная рука будет. Ну, это и говорит о том, что нужно сделать спальню. Потому что из-за потона все зануляется. Правильно, да? Ну, от нормального произведения с поля. Если мы рассмотрим нормальное произведение, да? И по балку, да? Это, естественно, будет ноль. Так? Значит, тогда здесь нормальное произведение не должно быть, а должно быть спаривание. Кронологическое. Вот. Тогда мы уверен, что это будет равно минус 1-2, а здесь будет стоять что? Си с чертой гамма нюн Си, например, это будет афикс, 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 афикс. Так, да? Значит, эту величину мы знаем, значит, там можно начать только от этой величины. Согласны? То есть, сколько он начинает? Я напомню вам, что лифты уже все нормальное произведение. То есть, там много есть операторов. Сколько их всего будет? Четыре, да? Но они все стоят уже в нормальном виде. Согласно теории Глик. Ну, а это просто число, мы знаем, это минус, там, Жмелью, соответственно, на 1к квадрате и так далее. Ну вот, теперь давайте попробуем это все вычислить. Для этого, ну, сразу понятно будет, что работает только вот эта часть. Правильно? Б из операторов нет, будет только оператор А. Так, да? Значит, тогда мы можем записать это таким образом. И что будет? Здесь будет стоять так. У с чертой, да? Ну, здесь будут стоять, как это называется, всевозможные суммы. Я эту сумму напишу, там будет много всяких сумм, да, стоять. Ну, по каждой, так сказать, переменной, да? Которая здесь четыре, что-то, да? Здесь будет сумма от чего? Ну, пусть, например, это будет Т, это будет С, чертой, это будет А, крест, да, и, соответственно, будет, ну, пусть, например, Т2 штрих, да, стоит. Гамма-мю, да, и стоит У от П, ну, например, К2 штрих, сигма-2 штрих, да, и будет стоять У с чертой от П, ну, например, К2 штрих, сигма-2 штрих. Так, это что касается вот этих всех величий, да? А теперь, а я здесь немножко, как бы, поодальню пишу. Вот, это просто число, да, а здесь будут матры штрих и нет, да, стоять НОЛЬ. А что у нас стоит в конечном состоянии? Он стоит А от П2, фианга-2, да, от А П1, фианга-1. А, ну, еще здесь, ну, да, в честный гетератор я сюда напишу. Вот. Правильно я написал, конечно? Конечное состояние. Вот. Теперь давайте, вот здесь стоит нормальное произведение от чего? Вот от, здесь четыре оператора, да, которые я пока не написал. Ну, вот, в этой сумме я написал просто вот эти множители У. А остальное я не написал, сейчас я запишу. То есть экспонент давайте, если покажу. У Е в степени, здесь что стоит? И, да, ИП2 штрих, Х, так, а здесь стоит минус, да, ИК2 штрих, Х на Е в степени, а это экспонент от ИК2, да, все правильно. ИП1 штрих, Х на Е в степени. Правильно я написал? Вот. А теперь я, вот здесь я напишу вот эти все, здесь будет стоять А крест от П2 штрих, лямбда 2 штрих. Правильно? Отк 2 штрих, лямбда 2 штрих. Вот. Здесь будет стоять оператор А крест от П1 штрих, лямбда 1 штрих. И будет стоять оператор А от П1 штрих, лямбда 1 штрих. Понятно, да, еще написал? Здесь, имейте ввиду, что они уже стоят все в нормальном виде Если я буду расписывать, то я вот этот оператор должен написать вот здесь Для буквы этого ставим Ну а здесь стоит, сколько там у нас начальных состояний А крест К1 С1, а крест К1 С1, К2 С2 На ноль Понимаете? Как это? Ну здесь стоит еще, соответственно, минус G2 на К2 плюс E в 2, да? А E в 7, ну минус I, вот это там К, X-Y Ну интеграл, сколько тогда еще по D4 в К, да? Ну давайте я здесь решу, D4 в К Ну, интеграл здесь, опять же, все тривиально берутся, правильно, да? Или не тривиально не берутся То есть, нужно что, проинтегрировать по Dx, по Dy, да? По Dx, по Dy, а потом по D4 в К Ну давайте посмотрим, что из этого получится Получится, если я беру интеграл по Dx Дмитрий ajin Это будет возникать, что Dx Дмитрий От Dx P2' Minus K Minus K Minus K Da Умножаться на Dx Функцию 2y minus K Согласны? А еще 2пи в четверку я забыл. То есть это будет на 2пи в четвертой. Ну ладно, 2пи в восьмой будет 2пи в четвертой. Ну а потом вернуть игралку ДК и возникает 2пи в восьмой. Дельта-функция, соответственно, от чего? p2' минус k2' а k, это я вот это написал, k равняется минус, то есть плюс-плюс p1' минус k2, k1' Ну то есть запас сохранения энергии и все, правильно? Я это сделал специально для того, что сейчас будет возникать намного в отношении, что такое p' и k' и так далее, да? Но суть все равно будет всегда одной и та же, но поваляется один и тот же закон сохранения энергии. Ну теперь давайте попробуем расписать вот эту величину. Значит, ну какие будут предложения? То есть имейте ввиду, еще раз повторяю, что вот это все стоит в нормальном виде, да? Если мы начинаем учителять, мы должны замыкать оператор вот этот на вот эту, да? Ну вот эти два оператора на вот эти с крестами, да? Вот эти с крестами, ну вот эти два оператора, правильно? Здесь уже все стоит в нормальном виде. То есть здесь уже все переставлено, понимаете, да? Ну, чтобы вам было проще, я могу сразу так написать. Это будет А крест, П2' лямбл2' стоит А крест, П1' лямбл1' и стоит АК2' С2' АК1' С2' Ну и все знакомые. Понятно, да, что я сделал? Здесь стоит уже вот такое выражение. Почему минус поставим? Потому что я не коммунирую, как я здесь переставил. Вот эту букву М еще раз надо понимать как вот такое выражение. Ну и теперь, что мы делаем? Мы должны, чтобы вышли от нуля, мы должны сделать нормальное произведение, переставить все операции. Вот эти переставят через эти, а эти переставят сюда. Правильно, да? Тогда будет нормальное произведение, которое по вакууму равно 0, возникнет некоторое сверкало. Правильно? А когда будет возникать? Когда, например, b1 совпадет с b2 штрих. Тогда возникнет дельта как по 1 по штрих. Но здесь стоит сумма, да? Видите, я написал сумму по всему, да? Здесь стоит сумма по 2 штрих, лямбда 2 штрих. По всем штрихам стоит сумма. Понимаете, да? Вот. Поэтому давайте попробуем это написать. Значит, если я замыкаю вот это сюда, да? И вот это сюда, да? Возникает что? Возникает, ну, то есть это будет две начальные линии, в которых, ну, вот, b2 штрих равняется b1, а b1 штрих равняется b2. Согласны? Вот. Значит, и тогда, ну, давайте я вот сейчас подпишу тогда по-другому. Это будет у с чертой b1, а гамма мю, а здесь я пока оставлю, сколько будет у дальше. 1 будет у с чертой b2, а гамма мю у. Понятно, знаешь, что я написал? Я b2 сделал когда b1, а b1 штрих b2. Правильно? Ну, если я вот этот с этим, а вот этот с этим, а вот этот с этим. Правильно, да? Согласны? Ну, из суммы убирается один член. Мы это с вами уже много раз обсуждаем. Так? А тогда что? А для свертки вот здесь остается два варианта. Правильно? Смотрите. Когда к1 совпадет с чем? К1 штрих может совпать с к1. Видно? Да? То есть это будет к1. К1 штрих совпадет с к1. Это будет вот здесь вот. Где к1 у меня стоит? Вот здесь, да? К1. А тогда здесь будет стоять к2. Согласны? Ну вот. Я замыкаю все-таки к1 штрих, а вот этот с этим, да? Получил вот такое выражение. Но теперь смотрите. Есть еще другой вариант. Когда в этой сумме к2 совпадет с к1 штрих. Там стоит сумма. Правильно? Из каждой суммы выбирается один член. То есть здесь стоит сумма как по к2 штрих, так и по к1 штрих. И к1 и к2 могут совпадать либо с к1 штрих, либо с к2 штрих. Понятно? Ну тогда, если я сделаю наоборот. То есть к1 штрих совпадая с к2 штрих, то я должен написать у с чертой p1 гамма мю у от к1 у с чертой от p2 гамма мю у от к2. Согласны? Ну, а теперь очевидно, что есть еще два других варианта. Когда вот здесь я p1 в к2 штрих сделал, а могу сделать наоборот. Ну понятно, что это будет все то же самое и двойку берется. Надо писать. Я теперь сделаю вот так вот. Уp1 вот сюда. Тогда p1 будет совпадать с p1 штрих совпадать с p1. То появится знак минус. Правильно? Но зато здесь теперь не появится. Нет, не появится, но как бы идем по вложную сторону. Подробнее надо писать или не надо? То есть я должен тогда двойку убрать, и будет тогда два выражения. Значит, теперь смотрите. Давайте попробуем записать, да, диаграммы. Нет, ну, здесь на самом деле, еще, конечно, если я учту вот этот минус, да, гамма и вот так вот плюс, и вот так вот минус, да. Ну, еще общий минус. Теперь смотрите. Как я буду рисовать это на диаграмму. Это будет p1, k1, p2, k2. Правильно? Еще диаграмма будет. p1, p2, k2, p1. И знаки у них противоположны. Отсюда вывод. Если в конечном состоянии переставляется два фермиона, много знак противоположны. В чем... Ну, и здесь, конечно, по-начале я, конечно, не скажу так, позже ставить. Ну, в общем, короче говоря, когда два фермиона меняются местами, да, диаграммы, да, то вы должны поменять знак противоположны. Так. Ну, важная, так сказать, особенность, которую вы тоже должны усвоить. Поэтому, если бы вы просто нарисовали диаграммы, диаграммы мы уже с вами так-то... Вообще, я говорю, надо было мне сначала попросить вас нарисовать диаграммы и написать их вклад, да. Вот. Тогда было бы интереснее. Вы бы, наверное, знак забыли, а я бы вам потом объяснил, да, чтобы вы знак забыли. Ну, ладно, я как-то отпустил это. Вот. Вот. Значит, так как вы вершину знаете уже, во взаимодействии фотонов со спиной 1-2, да, то вы такие... Ну, вот, Е-Елю бы рисовали, да, диаграмму, то есть, ну, в принципе, могли бы такую диаграмму нарисовать. Вот. Но здесь есть вот такая цепь, да, с которой вы должны понять. Ну, дальше нужно вычислять этот вклад. Вот. Ну, перед тем, чтобы вычислять, я хотел бы у вас еще раз интересоваться, есть ли у вас какие-то вот вопросы. Так, у нас тут разве нет, возможно, есть еще один диаграмм? Ну, то есть, кайзинг 2 уже еще 2-ночь надевались, где кайзинг 2 уже не расписались. А, так это вот и есть вот эти вот, которые двойку сокращают. Вот, то есть, когда будут поменять персамены, поменять персамены, это как бы вот есть та самая логика. А, видите, одна вторая стоит, да? Вот там. Вот это. Я сказал, что в этом смысле мы правы, что их как бы будет 4 вклада, но я сказал, вот здесь... В смысле, они будут раздавлены и не сократятся? Нет, они не сократятся, они будут раздавлены. Давайте, какие есть вопросы по этой части? Потому что дальше будет несколько другая часть там. Я хочу еще как-то обсудить вычисления этого выражения, да? Там тоже есть свои технические нюансы, которые, может, тоже вам покажутся полезными. А, да, рассеяние Е. Ну, это уже процесс, это процесс не гаммурки, да? Который непонятно, где вы наблюдали, да? А рассеяние Е – это, пожалуйста, электроны, это полно. Берете вещество, пускаете электроны, там они рассеиваются, даже позитроны не нужны. Так, есть ли какие-то вопросы по этой части? Нет по этой части. Ну, тогда, вот мы сказали, что вот эти две диаграфы у нас есть. Ну и, естественно, здесь будет стоять что-либо стоять? К, там, один минус П1, да? А здесь будет стоять, чего там, К1 минус П1, да? Ну, здесь мы так идем. Мы, после того, как мы с вами обсудили, понятно, что делать. Если вы видите две диаграммы, согласно правилам, которые мы с вами обсуждали, пишите вклад, который им соответствует. То есть, идете вот отсюда, да? У от П2, да? Гамма – это му, У от К1, да? У от П1, гамма – это му, У от К2, да? Ну, и так далее здесь. И берете между ними разный вклад. Я еще раз хочу подчеркнуть, что диаграмма – это графическое изображение маточного элемента. Предыдущий пример показывает, что в зависимости от выбора калибровки, вклад каких-то диаграмм, относительный вклад их может меняться, причем существенно, да? Какие-то могут занулиться вообще. Вот. Поэтому… В общем, я сказал. В принципе, тоже сказал. Так. Ну, а теперь нужно обучить этот вклад. Давайте попробуем это сделать. Для этого… Для этого что можно сделать? У нас кистей. Для этого мы пишем вкладочный элемент. Давайте я не сотружу. Итак, S2 будет равняться чему? Минус G в квадрате, да? 2 и 4. Ну, а ты что, ребята? 3 и 2. Дальше по функцию. Что там? P1 плюс P2, да? P1 плюс P2 минус P1 минус P2, да? Ну, а давайте я об갈ям конечно-конечное состояние отвечать, для П букву ε, используя Х, используя для омяго, да? Хотя понятно, что это-то.. Если-то всё с отношением одно и то же, то я буду просто взять букву. P главная, главная Rwy0. Вот. Это то, что обычная, так сказать, величина, а дальше стоит буква m Вот так, нетривиальная часть, а эта нетривиальная часть, букву E в квадрате у нас включим Это будет E в квадрате, у от P1, гамма мюх, у от K1, у шердой от P2, гамма мюх, ну, значит, здесь будет гамма мюх, у от K2 И поделить на что? Поделить на, я описал эту диаграмму, да То есть P1 минус P1 в квадрате Минус 0 в квадрате, правильно? Дальше стоит минус у шердой от P1, пусть останется здесь гамма мюх, да А от гамма мюх, давайте использовать, чтобы там по-другому было У от K2 на у шердой от P2, гамма мюх на у от K1 Ну, видите, я уже здесь стал гимбекс одинаковым, потому что там стоит G-минус, помните, да? От пропагаторов, скажем, минус G-минус, оно тогда будет вот так, да А в пропагатор такой стоит, который будет стоять, когда я вот только написал, сейчас написал вот это, да? То есть K1 минус P2 Давайте обменю здесь, вот так обычно пишется, так, да? Минус N в квадрате Проверки Правильно ли вы написали матовичный элемент? Итак, еще раз повторю, вот это вот обычная часть, да, стандартная, на каждую линию по форме, 2, 3, 4, 3, 4 функцию, вот, а это та самая нестандартная часть, которую нужно вычислить Значит, ну, здесь возникает, что, вот одна, две диаграммы, возводим в квадрат, то есть здесь будет квадрат одной диаграммы, квадрат другой диаграммы, Еще одна, костных интерференций возникнет, да? То есть это произведение одной диаграммы на другую Но, я так думаю, вы кто-то хотя бы один записал это выражение, да? Тогда завтра с утра вы это выражение напишете на доске, да? Да, до того я приду, или вы придете после знайте, вот, и мы начнем по пророгам обсудить некоторые технические возможности, как вычислять такое выражение Может, мы не до конца это сосчитаем, но хотя бы арифметику только оставим вам, а, так сказать, как там лучше разбираться со шкурами Есть некоторые моменты технические, я завтра обсудим Есть какие-то вопросы? Я так понимаю, у нас же семинар закончился за сегодня Поэтому, если есть вопросы, то давай еще Нет вопросов? Ну тогда я ожидаю написанного выражения завтра Хотя, может, того никто и не соприт До золотышнего дня Значит, мне приходить? Задание вас принимать? Или никто не хочет? Никто не хочет Ну, тогда заседание